всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня снова такой продуктовый влог наверное можно так назвать я сегодня заезжала в магазин карусель и приобрела там кое-что из продуктов ну такая не сильно большая была закупка вообще я очень редко езжу магазин карусель чаще всего обитаю в ленте и потому что мне по пути заехать но там неудобная парковка какие-то в общем неудобства хотя раньше очень часто ездила в карусели и мне нравилось нравился этот магазин но мне кажется кстати цены в ленте чуть-чуть подешевле чем в карусели я не знаю может быть и ошибаюсь напишите мне как вы думаете на эту тему и меня спрашивали по поводу ашана езжу ли я в ашан или нет да езжу но к сожалению он ашан который вот самый ближайший который находится от меня он находится в таком месте что если я туда поеду я соберу все пробки абсолютно все потому что там и и железнодорожный переезд и в общем очень неудобно туда ехать там неудобная парковка тоже я снесу там все машины наверное поэтому я туда не езжу сама есть только с мужем мы как-то заезжаем там это между делом бывает я езжу в ашан ашан люблю но вот как бы далеко находится к сожалению такие магазины как окей например иметь метро я не езжу вообще и призма тоже не езжу потому что мне кажется там дороже возможно там немножко качественнее но не знаю лента мне нравится очень сильно и цена и качество всех продуктов очень-очень нравится но в этот раз я заехала в карусель потому что отвела своего старшего сыночка на курсы по скорочтению и он там занимается полтора часа и в эти полтора часа я быстренько сбегала купила немного продуктов но на следующей неделе поеду в ленту вообще напишите мне интересно вам такие видео или нет снимать продолжать ли снимать дальше о продуктах о закупках продуктов вот и еще я была голодная когда побежала в этот магазин и все время когда я голодная я покупаю всякую и ерунду если честно вот так что сейчас покажу вам что же я купила и так вот моя покупка в магазине от карусель чуть не сказала окей вот ну давайте начнем там я купила соки это добрые деревенские яблочки яблоко малина яблоко и вот такой фитнес сок у меня любит очень муж именно вот такой который томатный с зеленью и морской солью так дальше помидоры огурцы купила вот такой виноград киш-миш без косточек здесь мандаринки я кстати люблю вот такие вот именно большие мандаринки вот яблочки вот такие гола хурму купила на формат форма кстати дорогая форма стоит 199 в общем 200 рублей за килограмм но это написано хурма сладкая та которая королёк она вяжет и у меня мама потом живот болит от неё поэтому я всегда покупаю дорогую хурму дети мне не едят хурму то есть только нам с мамой муж тоже кстати очень-очень редко вот нам как раз мамой по две штучки груши конференции то мне как раз мужчина любит дальше вот такую колбаску взяла вот такой уж со скидкой было вот такой коктейль это я себе вкусняшку такую из морепродуктов обожаю вообще морепродукты и все что с ним связано вообще связано с рыбой дальше вот такой кусочек маска свиньки взяла это передний окорок свиной 268 рублей за килограмм дальше купила куриный фарш килограмм это куриный фарш который из грудки идет из филе дальше купила кусочек говядины такой неплохой кстати и вот 619 рублей за килограмм но она была по со скидкой за 400 с чем-то это тазобедренная часть мамы что не приготовят помидоры огурцы говорю вот такой творожок пятипроцентный два кусочка сыра один вот такой какой-то воскресенское а это гауда да и не 2 вот такой кстати или я люблю вот этот сыр как раз такой с дырочками маздам очень люблю он такой горьковатый обожаю свежую рыбу мне там что-то не приглянулась поэтому я взяла мороженую все знаете что я любитель рыбы взяла зубатку но зубатка она же такая жирненькая но я люблю жирную рыбу очень вот такие стейки это что у меня это горбуша тоже вот такие ну горбуша у меня кстати муж любит сметану десятипроцентную как обычно вот такой купила вот такой творожный сыр зеленью вот такой большая пухолочка яйца синявинские 30 штук дальше обычный вот такой дарвинский хлеб потом купила вот такие вкусняшки там морфины и и еще вот такие какие-то печенюшки печенье лупи американские в общем какие-то тоже очень приглянулись дальше вот этот хлеб фазер я вообще мне очень нравится марка фазер но она конечно дороговато соломку соленую деткам купила вот такой зефир ну нет нет и я бывает его ем и мама и муж иногда дети кстати не едят у меня зефир вот а деткам я купила вот этот крем они любят у меня вот эти вафельные трубочки именно с молочным кремом очень кстати они вкусные купила мушту жиряльных достоинским съем дальше батон обычно взяла и взяла вот такой вот такую лепешку сексу там прямо в этой курсели стояла вот эта печка я не помню как она называется вот в которой пекут вот такие лепешки в общем стояла эта печка и я взяла он кстати был горячий когда я его брала дальше вот такую активию большую и вот такой йогурт взяла первый раз его вижу называется верховья от фермы до полки какой-то био йогурт но не знаю из фермерского молока попробуем вкусный или нет и обычное молоко вот такое село зеленое вот и вот это все а еще я купила детям там какой-то хот-дог 2 и лепешку мы такую взяли с сыром съели с сыном в общем все уже съедено из булочек и в общем чек у меня получился на 4799 рублей вот такие вот цены кому интересно поставьте на паузу смотрите вот кстати горбуша стейк видите 169 рублей и вот говядина видите получилось у меня по четыреста двадцать девять рублей здесь 525 рублей за вот эту вот вот этот кусочек у меня получился но неплохая кстати скидка тема на говядину распродажа бывает очень очень редко так что вот такая вот у меня покупка но планирую еще следующий на следующей неделе поеду уже в ленту уже больше будет у меня закупка и сегодня у нас на ужин естественно рыбка вот мама пожарила и ту и ту я буду вот эту есть зубатку и на гарнир у меня будет вот такое ассорти я просто поливаюсь нарезаю складываю в тарелочку плевать сверху вот таким маслом это мне подружка привозила из италии по моему маслом такой немножечко остренькая но кстати овощи вот эти я не соль никогда так что вот такая вкуснятина у нас всем кто кушает приятного аппетита жду ваших комментариев на тему снимать не снимать такие видео нравятся они вам или нет и также напишите какой магазин любите вы из таких крупных потому что я например очень сильно не люблю пятерочку я когда туда захожу мне хочется если честно убежать и в пятерочке очень часто можно приобрести просроченные продукты также как и в магазине спар у нас здесь недалеко есть магазин спар и к сожалению там очень часто можно купить просроченную молочку колбасные изделия и тому подобное из-за это я не люблю этот магазин и в такие в эти два магазина я не хожу если хожу крайне крайне редко так что вот так вот вот такое у меня получилось сегодня видео я надеюсь оно вам понравилось было полезным интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую и до новых встреч